здравствуйте друзья у нас сегодня знаковое событие мы запускаем новый проект спорт микс подкаст и будем общаться с интересными людьми с интересными спортсменами а сегодня у нас в гостях первый мастер спорта советского союза по боксу валерий николаевич грешковец здравствуйте но помогает нам создание этого подкаста алтайская компания бочкари в мире николаев звучит как-то официально давайте пол жизни я вас знаю дядя валер давайте я вас буду называть просто дядя валера николай николаев я привык дядя валера я представлю наверное нашего гостя чемпион советского союза 1977 года финалист 7 спартакиады народов советского союза и чемпионата ссср 1979 года победитель международных турниров венгрии германии польши югославии алжирии еще в ряде других стран мастер спорта международного класса ссср по боксу ну как я уже сказал валерий гришковец дядя валерий где прошло ваше детство детство ну где прошло бешкеки у фронзы прошлом это в киргизии родился в казахстане а в три года мне исполнилось родители нас перевезли сюда киргизстан и вот получается чё я помню я только помню детство киргизстан где проходило ваше детство ну у нас же в то время было там ботаника карпинка забайкали кузнечка проходила она тогда город же небольшой был это проходила у нас на дзержинке и там жили она дзержинка парт панфилова проходили каток там был зимой ходили вот так где вот там правительство правительство да раньше где сейчас джобурку в кинешь да 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 вот там проводили свободное время на озеро ходили комсомольская пионерская тоже были развлекательные программы покупаться тоже было куда сходить немного родителя дядя валер ваша мама занималась легкой атлетикой а папа тяжелой атлетикой занимались свое время чего-то достигли но отец он так занимался но много не достиг он занимался выступал и в армии занимался продолжал а мать давала результат она показала она говорила что была чемпионка средней азии ездила на азию и выигрывала азию она занималась этим поэтому к спорту нас тоже не запрещали нам ходить заниматься ну чтоб учились вас было пять братьев вот мы знаем только валерия грешковца на стране чем занимались ну старший он как-то и футбол играл тоже немножко и боксом занимался ну так под спортом не пошел потом второй старше меня семён тот боксом тоже занимался кандидатом мастера спорта результат как визию выигрывал на шипок его вторым был немножко не хватило его ну и далеко не пошел не стал заниматься пошел уже там учиться и оставил вот он был младший брат а то есть вы средний да я самый средний средний да пять два младших два старших золотая середина и по младшей Сергей тот борьбой заниматься начал позанимался потом пришел в бокс потому что у нас в боксе у нас в основном мы трое Семен я и Сергей Миша занимались поэтому Сергей пошел вот младший меня но старше самого младшего Миши он занимался а у него немножко там бронхит был дышать плохо мог он не мог долго боксировать он и боролся или досрочно борол или проигрывал и на ринге тоже он боксировать дышать не мог тоже боксом не пошел а Миша пошел тоже он после гимнастики занимался но потом пошел в бокс почему то всем понравилось что отец говорил всех перетянул в бокс ну насколько я знаю вы были не очень прилижным учеником и отец не разрешал вам заниматься боксом да было такое время что он запретил пока но получал иногда двойки пока не исправишь никаких тренировок мне приходилось я год где-то украдкой но ходил а двойки по предметам были или за поведение да за поведение конечно в школе все озорники были и мы такие вот не без этого ну я слышал что дядя Валерова были практически самым маленьким и самым так сказать дерзким как говорили да 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 ну старались знаешь как отец говорил за говорит хулиганство наказывать буду но если за правду я говорить буду поощрять то есть если вы за кого то заступались заступался да если за правду говорить будете это буду поддерживать вы занимались футболом дядя Валерова борьбой фехтованием почему все таки на боксе остановились да вот действительно мне футбол тоже нравился я ходил в футбол борьба я год занимался вроде мая ну что то тут не мое а в бокс пошел у меня интерес появился такой обычно же дети идут чтобы за себя постоять ну чтобы не обижали и тренироваться чтобы давать сдачи бокс не активный не агрессивный вид спорта он очень защищаться давать сдачи я всегда тоже ребятам говорю он на улице хулиганить оно как то тут а дисциплина и уважение к слабому боксеров воспитывается поэтому тут как говорят беспредельничать на улице это некрасиво и сами понимают спортсмены и в то время еще идеология же какая то была ну конечно воспитание спорт уже в школьные годы вы начали выигрывать всесоюзные соревнования как вот это отразилось на вашей мальчишеской жизни ну как оно отразилось звездная болезнь такая была нет такой да нет я вроде всегда и был на физкультуре сильней быстрей выше прыгать обычно у нас пять братьев мы отец нам турник поставил вот так вот мы подтягивались там кто больше конкуренция такая была у братьев что мы старались у вас разница небольшая была с братьями да? с братьями по годам по годам все в одной школе учились да 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 мы вот в основном не все но троем ну озорники как обычно что на нас учителя классный руководитель жаловались на родителям что поведение говарну гришковцов был да в школе да понятно вы занимались в какой-то спортивной школе? да и клуб нет школа была это школа детская и юношная школа номер третья по боксу в США а я в США два тренировался талоны на питание получали? да получали талоны давали перед соревнованием сборы когда шли давали питались в этом в энергетике точно питались потому что когда талоны давали мы их меняли да на шоколад там еще на что-то было время ну мы не на шоколад там а просто на деньги там конечно в то время немножко брали а ну сорвать десять копеек да потому что не положено питаться ну а так я матери отдавал если того она пойдет в столовую отоварит колбасы сыру масло она берет все вот это мясо необходимое и как семья большая была так что то есть можно сказать с детских лет вы уже обеспечивали свои обеспечивал много помогал возможности да было а когда впервые пришлось вот применить свои навыки на улице ой на улице да бывали случаи конечно но опять же за правду да ну конечно там были случаи что какая-то женщина кричала там помогите помогите я у друга сидела что у вас тут на площадке пришли туда и увидел там кто-то в кушерях там нагнутые я его схватил и вот он тогда как махнул я отскочил незнакомый человек он убегать сразу женщина поднимается я говорю что случилось хотел остановить а ну оставьте меня у меня 8 детей я говорю покажи подождите что случилось вы объясните он сзади подскакивает и ударил я думал пеньком у него окажется ножик был и вот он сзади подскочил ножом я надернула он бы так мне попал где-то в почку а так она дернула я нагнулся а он мне в бедро попал я думал пнул не понял получается вы друг друга спасли вы спасли женщину женщина она дернула да если бы не дернула он бы повыше попал и потом я развернулся я хотел ударить он мне сверху я руку поставил он мне руку тут воткнул боль такая нога я выскочил на улицу чтобы посветлее было на площадке было темно и остановился там у меня кровь я ее палец перевязал там сразу веревкой чтобы не текла выхожу он с двумя женскими сумками выходит на площадке ну я его там и проверил да ну еще с испугу конечно он упал я его скрутил и к другу это он сколько лет было да лет 14 14 ничего себе 14 лет все да и не побоялись так а что мы дома я в гостях у друга соседа а тут-то кто-то шумит на площадке и как как можно бояться ну не ожидал конечно что там оказался парень со стажем получилось он и сидел а и потом да и вот там его в розыске были в новосибирске вроде как я мне уже рассказывал что его в розыске и тут он тоже он приехал сюда и натворил в бегах на поселении вроде мне так объяснили ну нас забрали потом милиция милиция наградила чем-нибудь да как наградила она поздравила пожала руку спасибо за преступника понятно видеть Дэн Валер в 1976 году выиграв всесоюзное первенство спортивного общества Боря Вестник вы в 18 лет выполнили норматив мастера спорта да да тогда выполнил какие чувства испытали ой да если сказать честно я же пошел заниматься и когда понравилось я думал надо мастера спорта вот была моя мечта выполнил мастера спорта и когда на Буревестник я попал туда еще по молодежи по мужикам уже выступил там и получилось удачно что я там три боя я выиграл досрочно а взрослым я сам не ожидал ну видно так хотел так стремился старался цель убила мастера а когда выполнили цель ну я мечта исполнилась что дальше было выиграть выиграл только мастера мне еще не присвоили документы надо в Москву посылать и это время пока то вроде выполнил а документов еще не было вот еще один интересный момент вы сначала выиграли чемпионат Советского Союза среди взрослых да и только потом стали чемпионом СССР среди молодежи как так получилось получилось потому что я поехал по взрослым на ЦС хотя по молодежи но там допускается такая молодежь она допускается к взрослым а результатом если смотрят что пацан может вот меня допустили я там выиграл потом на Союз на Союз мы писали уже письмо потому что кандидатов на Союз кандидатов мастера даже взрослых не допускали много мастеров да вот кстати об этом в 1977 году у нас во фронте проходил 43 по счету чемпионат Советского Союза и вот как раз на тот момент нам было 18 лет и вы не могли выступать на этом чемпионате но все таки выступили как так получилось ну я знаете я писал письмо в Москву нам говорят чтобы допустить надо написать что я прошу допустить на чемпионат Советского Союза если какие последствия то никто ответственности не будет нести я брал все на себя и они решили выступить я писал на председателя спорткомитета СР тогда Соколов и меня допустили туда я готовился 20 дней в Алма-Ате после ЦС мы в этом готовились в Мидео и потом приехали как раз во фронте тогда был Союз ну и вот можно немного вспомнить сначала победа над Сергеем Пускаревым потом над Павлом Слепушка в полуфинале победа нокаутом над двухкратным чемпионом СССР среди молодежи Валерием Котовщиковым ну и в финале победа над земляком Владимиром Рословым помните этот бой ну конечно с Володей с Володей мы и тренировались же вместе и в парах стояли часто вместе друг друга-то знали хорошо вышли побоксировать ну как показать кто сильнее кто чё но боксировать начали но у него перед этим с этим с Алматы был Стрельников Саша и они обои остукнули с лбами рассеклись и у Володи было осечение поэтому вышли и он как говорится чуть не как сказать неполноценным выходил потравмированный был поэтому у него немножко там не сложилось это бой потому что когда боксировать начали туда же конечно я не метился но получилось что я ему попал повезённую бровь и так вышло что бровь то у него опять развалилась и уже чтобы от большой травмы потери может глаза или что судья остановил бой ввиду невозможности продолжать в третьем раунде и остановили дядя Валер в то время выехать за рубеж было мечтой каждого советского человека когда вы впервые выехали что вас удивило да знаете я когда выехал я так нас посмотреть конечно на жизнь за границей было очень интересно ну люди спокойные город чистый попался мы швери не были там чисто старинный город и поэтому там мне немножко понравилось конечно но как говорится дома роднее в гостях хорошо дома лучше оно время проходит ну чтобы стремиться куда-то там где лучше дядя Валер после победы на чемпионате Советского Союза вам посыпались различные предложения что вам предлагали ну мне много чего мне сразу сразу же предлагали переехать в другую республику союз же одна страна была Советский союз а республики вот по республикам меня из Прибалтику в Ригу звали меня позвали и в Алма-Ату Казахстан тоже говорят и квартиру дадим меня звали в Киев в этот в Украину тоже хату квартиру однокомнатную обещали в Москве в Москве звонили мне давай говорит приезжай с института переведем будешь учиться в Москве и квартиру ордер высылаем тебе говорит ценным письмом приезжаешь расселяешься а тут мы тебя переводим уже сами Москва есть Москва говорит и там столица Киргизия это там периферия это не так говорит перспективно будет но я говорю мы уехали я не стал почему остались ну почему потому что это как говорится можно ну как сказать патриоту я как-то как обычно все уезжают я сам плохо смотрел на таких людей немножко не с недовольствием что вот он там пошел а почему там здесь же тоже можно многие поэтому я как-то был против вроде патриота за свое и как говорится предал вот этого чтоб не было поэтому старался оно мне так как-то задевало вот это вот как-то предательство уже на себя смотришь уже не как-то нехорошо вроде оправдываться нечем а чувствуешь какую-то на себе вину но отказав московским тренерам вы попали в черный список да? ну конечно там раз в Москву не пошел так там сразу начали у нас же в сборной союза пять пять номеров каждого пять человек в твоем весе каждого можно вести и каждый может результат показать первый потому что там конкуренция при союзе была большая уже союз когда проходит там же пять республик и все чемпионы своих республик едут на союз это да да и это чтобы пройти это тяжелый конечно там тяжелые бои но выходят достойные там туда сильные проверки в то время говорили что стать чемпионом Советского Союза тяжелее чем чемпионом мира да был такой разговор говорили значит говорит союз выиграешь значит сир пройдешь ну по крайней мере в тройке будет да обязательно ну первым можешь быть потому что там народы было бойцов много всегда в 1977 году за девять месяцев вы побывали на девяти турнирах причем чередуя выступления за взрослую сборную и за молодежную как вы вообще выжили при таком графике да вот там тем более еще веса же разные были да у молодежи и у взрослых нет или вес один был один вес он идет а молодежь также 63 и а его и по взрослым молодежь да по моему 63 а взрослых 63 500 вот так а ну все таки 500 грамм было но это только в одной весовой категории вот это распределялось а по молодежи и по взрослым весовая категория почти не почти одинаковая и вот поэтому ну тут видите когда я только выиграл союз я же поехал готовиться сразу на Европу и вот у меня оттуда и началось сразу я приехал готовиться на Европу у меня говорят он же молодежь молодежь готовится на международный турнир меня к молодежи подключай везут по молодежи я еду по молодежи обратно приезжают там выиграю ну международные турниры я могу сказать я думал серьезней там будут ага международные все таки а там оказывается если честно если ты не дробнешь то разбираешься с ними я досрочно заканчивал в основном там бои или попадались такие еще но я не понял но я по молодежи выиграл по взрослым поэтому меня к взрослым готовили на Европу я по молодежи поехал там я закончил все приехал опять к Европе готовлюсь на Европу съездил там у меня получилось первый бой ну-ка утерял второй бой мне там с Байером местный не хочу сказать зажали нет но там был такое удар не дошелся я отсчитал ну съели слили мне до слез было обидно ладно это первый раз мне когда вот я видел что в наглую меня посудили поэтому тренер мне всегда говорил Валера так не пройдем надо бить и вот мы выходили уже не драться а бить чтобы не подсудили говорит поэтому приходилось и вот на Европу съездил с Европы приехал тут мне отдыхать надо как говорят врачи тяжелые бои проводите надо минимум месяц отдохнуть даже рекомендовали говорит вот после тяжелых боев бокал шампанского выпили другие выспились психологически надо говорит расслаблять организм а нервную систему как ты расслабишь вот это самое простое не таблетками а просто говорит выпил говорит шампанского или сухого вина бокал выпил и лег выспался и организм отдыхает и восстанавливаешься быстро у вас так было поэтому а я приезжаю тут тут со взрослых приезжаю молодежь готовится мне говорит во сборной Гришковец он же по молодежи давайте по молодежи я только с турнира давай 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 я туда мужики то едут в Сочи отдыхать после Европы а меня по молодежи я опять по молодежи на турнир там поехал выиграл приезжают а сбор же идет двадцать дней семь дней восемь соревнований десять приезжаешь а за десять за месяц который прошел уже мало взрослые отдохнули уже готовятся к турниру а я приезжаю только за они говорят Гришковец приехал да он же по мужикам и меня к сбору и опять я только соревнования давай давай потом говорит скажешь я старый постарел пока молодой ездил и меня а я же вес отпускал сначала подгоняешь я говорю это четыре пять вот так вот а после соревнований знаешь что не будет я его отпускаю а тут приезжаю подготовка опять соревнования и опять и нагрузки белые я поехал я в пределах полгода около года я домой попасть не мог с одних турнира на другой я говорю да дайте домой и мне все говорю грязное все это хоть переодеться помыться я не могу и вот этой вот гонки я когда отпускаешь там обычно подгоняешь а когда отпустил приехал тебе готовят на турнир надо на другой а ты не готов уже к этому а вес поднял еще же там покушаешь что режим держишь а то просто и вес поднялся надо гонять и вот его начинаешь гонять от нагрузки вот семьдесят седьмой семьдесят восьмой я прокатался и вот семьдесят девятый вот я вот на спартакиаду там съездил пробоксировал на турниры проездил опять по молодежи ну там я уже так уже взрослым то там перешел по мужикам и и меня когда закатали и матчевая встреча должна быть из США и вот мне сказали Валера надо тебя готовим надо чтобы посмотреть перед олимпиадой я пожаловался у меня от этих вот эти гонку веса делал нагрузки у меня начали почки болеть надо вот в 1979 году как раз да и вот меня меня они взяли и говорят давай езжай тогда к себе в Бишкек во Фрунзе ложись немного обследуйся подлечись и потом мы тебя возьмем я говорю мы хотели матчевую встречу с США я говорю давайте после они нет ты нам нужен олимпиаду здесь подлечиться я уехал домой не отпустили я пошел обследование там посмотрели у меня хронический пиломефрит Валера у меня тут турнир международный давайте потом я ляжу приду если ты боишься ты можешь сейчас вообще со спортом распрощаться так что с почками не шути тебе надо полежать немножко хронический пропилонефрит вот почки почки да меня вот определили и я тогда уже так и на олимпиаду так я хотел а вот не дали мне возможность вот с гонками или загнали меня что давай 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 и вот я давай давай но вроде хорошо а организм почки подкакивали ну а вы как-то рассказывали что ээээ вы сами чуть-чуть там ээээ ну да без совета врачей чем-то занимались тут был такой грех у меня врачи тогда они у нас были и там массажисты и все но им я не говорил было ну тяжело гонять я отпустил вес надо гонять я начал всем хочу сказать спортсменам фуросимид да фуросимид я попробовал а он легко мочегонный он выгоняет а он выгоняет со всеми витаминами со всеми белками он все выгоняет он там почки заставляет работать и я видно нагрузил посадил чтобы быстрее вес сделать чтобы не гонять долго а фуросимид быстро и вот мне понравилось и вот как на соревнования раз чтоб вес и вот это я немножко пренебрег не сказал врачам не это и немножко у меня почки начали болеть ага после этого то в итоге привело к завершению спортивной карьеры да там уже я ночью просыпался почки до того болеть начали что ворочался думаю что говорил врачам они мне смотрели тоже там в Москве какие-то лекарства говорит давай иди подлечись и вот меня отпустили с РШ домой подлечиться матч прошел с РШ а там международный турнир следующий надо на олимпиаду на отбор поэтому а меня тут лечить я лежал месяц а в это время соревнования вот эти я пропустил отборочные там уже смотрели а мне надо было давайте немного назад вернемся вот выиграв чемпионат Советского Союза среди взрослых вы попали в сборную СССР с вами в сборной в вашем весе были тот же Владимир Рослов Серик Конокбаев ну многие другие известные боксеры и насколько я знаю как в школе вы там тоже были самый маленький ну да но с вами все считались чем брали духом или чем да 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 были там нет я не духом но я работали мы там много пар и обычно там стараются со своим весом мало кто там обычно не заставляют с кем будешь боксировать и в парах отрабатывать там выбираешь сам себе я если с Витей Рыбаковым стоял там потом и Лимасов был и этот Рачков с ним в парах так стояли с ребятами там тоже много и там в сборной там действительно там если стоят в парах и начинают боксировать они драться у нас как-то тут тренер научил доверять друг другу не биться не разбивать а в сборной там каждый хочет посильнее ударить и а я мягко работал и вот с одним поработал со вторым потом меня начинали можно тебя в парах постоять и меня уже давай разрывать потому что я мягко работал и они начинают мягко мягко и свободно нагрузки большие а когда начинаешь еще драться и вот это вот на психике она действует а тут знаешь отработка должна быть и драки там такие получаются с Сериком стояли в парах ну с Сериком я говорю мы вот сколько с ним дружили в одной комнате жили даже в парах не стояли наверное потому что в одной комнате жили ну нас нас разводили там обычно в своем весе не дают боксировать потому что там один вес по-любому драка начнет объяснение отношений в этом весе но поэтому мы не стояли а так дружили помнишь дядя Валер Серик был признан лучшим боксером любителем 1981 года и даже бой ему предлагали с этим чтобы Леонардом лучшим боксером среди профессионалов миллион долларов давали ну давали ну у нас же политика Советского Союза другая у нас профессионалов тогда не было я тоже боксировал и уже знаешь в любителях постоянно ездишь вот это устаешь от этих соревнований я сам хотел бы в профессионалы уже думал а куда ты не попадешь туда у нас Советский Союз нет профессионалов ну я как-то с Сериком разговаривал он говорит конечно очень жалко что Госконспорт СССР не разрешил вот провести под бой да на виду политических вот этих причин Спартаке да народов СССР вот я слышал что вы там решили проучить тренера за то что у вас грех у меня да вы вроде договаривались как если полуфинал выигрываете он вас отпускает и вы едете домой он меня не отпускает не отпускает или как просто он меня снимает а снимает не то что там какие-то у меня причины а просто я был рассеченный с двух сторон меня слепушка мать реванш был он меня разбил я думал врач снимет врач ждал нормально у меня глаз не видно было синяки меня там ребята наши с Кыргызстана смотрят там борцы Валера ты что говорит проиграл я говорю нет выиграл выиграл у меня глаз не видно синяки головой меня он два раза ударил и он говорит там ну у меня бой выиграй я говорю ну куда с такой рожей а у меня как раз я там засватили невесту меня я приезжаю а у меня через пять дней свадьба я говорю какой жених красивый да он говорит один бой выиграй я тебя сниму я говорю точно точно я говорю хорошо я вышел и конечно латыша латыш был ободрал я его весь разбил но он попадает у меня еще глаза напухают они же обычно бьют в то место где больное да и вот у меня опять опухли но бой выиграл и мне тренер говорит вот все молодец еще один с Агубковианом он левша я с левшами быстро разбирался конечно ну попросил бы я бы сделал я говорю вы сказали снимите нет еще один бой я говорю да да я проиграю я тебе проиграю и меня так это задело ну попросил бы я бы настроился вышел а так назло не буду боксировать ну и говорят бой забавный получился и потом я сам пожалел сейчас жалею конечно он не подсказал мне не поднял бы дух никто я просто принципиально не стал выигрывать принципиально я знаю я прыгал два раунда там рассказывают что вы не бьете чтобы Ахаппекен атаковал а тот сам убегает да 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 я иду он не бьет я начинаю бить выигрывать думаю вот ты какой я ж тебя выиграю надо проиграть и я уже иду без ударов иду а он не бьющий он только идет так кидает скидывает удары я думаю елки палки надо же и вот я пропрыгал я не бил я пропрыгал иду он не больно я руки повыше чтоб по глазам не попадал и я чувствую не выиграю я ж не бью тренер кричать как начал блин его судья остановил и выгнал от ринга я думаю ну все я отдохнул уже второй раунд думаю да ладно в третьем раунде его дроню я его иду и пошел я работать тогда уже разогрелся глаза вроде не болят я его там как начал извини кто видел знает хоронить я его там ну не хватило чуть-чуть Инги Варян он главный судья он поднялся я чувствую время на 30 секунд он сократил раунд он главный судья он поднялся да подошел и по гонгу ударил а хронометрист повернулся и не поймет почему гонг произвучал кто ударил и он ударил а так бы 30 секунд не хватило бы я говорю там получилось 4-1 какой-то судья я не знаю он в 3-ем раунде в 2018 в 2018 в 2018 отдал Ваня Штакерич ну там тоже наверное Инги Барен постарался ну там надо было я просто сам если бы сам не захотел я бы его выиграл я знаю потому что он сам не работал он сам напугался а у меня принципиально думаю вот я всегда я не там вот за страну я всегда выходил я знаю страну это страна но там тренер когда тренер обычно тренер если рядом это 50 процентов успеха поэтому надо тренеров посылать на крупные турниры потому что большая поддержка для учеников вы имеете ввиду личных тренеров да личных тренеров это очень потому что личный тренер знает психологию ученика знает его темп навязчивость как подсказать чего ему сказать а вот одного там другого поменяли повели и вот что он может сказать если он знает этого это много значит не ну вот говорят же что когда спортсмен добивается определенных результатов там становится чемпионом мира там или еще выше олимпийских игр якобы уже и без тренера все знает знает он практику проходит конечно знает но это конечно можно сказать так что спортсмен сам разберется и поймет но как все говорят и никто не будет со мной спорить со стороны виднее тренер посмотрел со стороны подсказал мне коллега сколько подсказывал Владимир Николаевич я сяду отдохнул он мне подсказал я по бою ему сделал и бой досрочно закончил опять пришел он мне на следующий бой опять подсказал подошел я опять по его сделал и засрочно закончился бой то есть каким бы ты великим ни был все равно без тренера ты никто да нет есть конечно но со стороны это что ты не видишь тренер всегда увидит и подскажет он знает что подсказывает а какой бой дядя Валер в вашей спортивной карьере вам запомнился больше всего ну как говорится самый тяжелый бой это вот у меня был я говорил со слепушкой когда у меня два раза мне кровь из носа надо выиграть было этот бой а он у меня головой как дал раз рукой промазал головой я упал на задницу и меня аж повело я встаю и судья мне счет открывает я говорю он головой ударил что вы считаете то а он уже счет открыл уже прекратить не может он не может с меня очко я раунд лечу и вот я как с ним опять начал там боксировать и у нас такая драка получилась там конечно не технично а там ломали друг друга у него матч реванш его на союзе здесь в полуфинале в четвертьфинале выиграл а тут матч реванш ему надо было брать а он на четыре года старше меня ему это принципиально и мне надо выиграть и вот коса на камень нашла там и он как мне опять как дал головой елки я встаю меня аж когда это я к суде судья хорошо увидел он ему замечание у меня второе сечение он головой меня специально он посадил так это но вы выиграли да 3-2 я так расстроился думаю проиграл со счетом 3-2 объявляют я думаю поднимают мне ну там бой я не проиграл первый я говорю у нас равный второй я попал там отчитали а третий я уже до того я пошел с ним драться и в третьем я его уронил ему отчитали третьим за мной и вот думаю как первые его судьи решили не знаю не выиграл не проиграл и получилось три мне два против дядя Валер как у вас получился переход от спортивной жизни к обычной многие спортсмены тяжело этот период переживают как у вас это было ну как обычно я скучал без бокса перейти это в гражданскую там не в спортивные жизни это это я не знаю как я перешел я походил месяц два три все нечего делать не знаешь чем заняться обязательно в зал чтобы знаешь понюхать запах пота зайдешь в зале всегда приятно все что-то родное там и все люди родные все тренера общение находишь сразу и все равно тянет это тоже такая болячка что если уже тренируешься тренируешься бросать уже начинаешь начинаешь болеть а когда двигаешься вот это ходишь зал всегда ну получается когда вы из так сказать большого спорта ушли и до тренерской деятельности там какой период прошел сколько или вы сразу тренировать начали нет я вообще-то и еще боксировал уже на тренерской работе уже да а потом неприятности получились у меня в жизни подрался меня ударили я ударил и я виноват остался что как мне сказали ты устроил самосуд а ты должен в милицию я говорю так меня ударили и я ответил ударил а ты должен в милицию идти он меня легкие сделал а я ему менее тяжкие я не стал писать заявления ну у нас порядочность такая сами разобрались а он написал заявление и все и меня привлекли за самосуд интересно то условно вроде как самооборона была да а не распускай руки у нас руки как холодное оружие у боксеров идет там рассматривает так потому что вы имеете навыки имеете и вам нельзя да оно идет как холодное оружие я тоже просто не пойму что просто стоять и смотреть как тебя бьют получается ну не бьют а наверное убегать или бежать к милиции будет легкой атлетикой надо заниматься да вот я и говорю как анекдоты есть говорит все говорят могут боксера оскорбить но не каждый может не успевает извиниться да свет выключает да потому что боксеры на эмоциях могут на язык мало говорить но когда говорит прав отец мне говорил я тебе и передачки если ты прав буду носить но если за коноплю говорит попадетесь как Тарас Бульвар как парадю так убил а что были прецеденты с коноплей нет просто он же работал сам в НГБ сначала потом в милиции вот этой и он эти вещи он знал что вот пацанята балуются бывает пробуют а мы с ней как то ну вам некогда было все время на тренировках и в разъездах я еще и потом же знаешь как чтобы если бы не закурить это же знаешь все же такие крутые у нас ну краткий но уже взрослый такой я начал где-то баловаться в 17 лет ну чтобы как соревнования или чего вот уже начал потом пробовать с пацанами ну курят и курят тренер меня споймал за ухо увидел погрозил но ничего ну я как соревнования там какой курить пить охота во рту сушит а ты сигарету что ли я к ним серьезно не относился после чемпионата СССР дядю Олярван должны были выделить квартиру и получается что из спорта вы ушли по состоянию здоровья а квартиру так и не получили не получил не получил не давать смотрели 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 одна хата там одна квартира была но ее уже там другому тренеру просто передали подождете меня Багаев такой приезжал с Москвы он смотрел где я живу он говорит Валера я не знал что мы просто вашему одному тренеру не буду говорить там мы говорит передали ему думали ты в лучших условиях живешь мы просто не знали что это такие условия ну я то так не обиделся ладно тут будет будет давай давай все нормально я так вроде привычно все привычно как обычно в 90-х годах вам предлагали заняться рэкетом расскажите как это да я как-то пришли ко мне пацаны давай с нами покатаемся поездим ничего делать не надо просто а что вообще зачем нужен ну с нами просто вот я начал ездить с ними посмотрел а там приходят в комок подходят бабки давай и это в фильмах я удивляюсь как это так а тут мне показывают вот это я подхожу они деньги тебе деньги дают я говорю из-за чего опускай вон жиреют говорит я говорю ты они же продают мажист зарабатывают ёлки они же не просто здесь сидят как вы так можете да ничего валера на я говорю ты такие деньги мне как-то и руками не тянется к ним я говорю не надо мне таких я я таких наказываю которые забирают и отдаю обратно а вы тут мне это не мое это и с пацанами говорю не я я в этих делах не вот ко мне приходят частенько приходили валера там машину отобрали валера там вон у меня бабки загружают это зачет просто так как можно машину просто так как просто так ну просто так мне интересно я говорю не врешь ты приезжаю действительно он меня там подрезал я говорю и что теперь надо машину забрать я говорю вот тебе я говорю а если я у тебя сейчас заберу или что ты можешь у него а я у тебя не могу что да нет я говорю машину машину там пацаны не ожидали ну там такой был беспередел я смотрел ну хорошо я тоже хулиганил же на улице там ребят много тоже хулиганов очень которые знают кто так да уже слышали обо мне и когда встречаемся они о Валера о базару нет а тут они сейчас я вижу все в рэкеты пошли а я посмотрел какой рэкет это не мое я говорю и это вы были Робин Гудом это вроде такого что знаешь защищать слабых и не давать обижать просто такое воспитание отец у нас он сам коммунист работал да это Валера в 2005 году во время беспорядка в Бишкеке вас попросили присмотреть законно спортивной школы ну да когда страшно не было там же что-то не происходило да было народу было ну как страшно страшно было ну знаешь когда знаешь что ты прав страх 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 не такой сильный потому что ты прав за правду да когда идешь за правду тогда уже уже не так страшно потому что за тобой правда ну и получается вот вы охраняли там и вам выделили в принципе сторожку да ну для жилья комнату охраны общими усилиями удалось ее как-то обустроить и получается вы сейчас там и живете да ну да нет там потом получше комнату дали уже и как я в охране угу я начал охранять и и комната так вроде и пойдет неплохая ну и спасибо директору блин помог в этом тем более у меня родители когда уехали при развале и все хату давай туда я не собрался туда ехать еще потому что там ну с женой да это вы сами не захотели переезжать конечно родители продали разменяли все братья все уехали еще половина при союзе мать уже при развале уехала развал союза отец умер и фактически все не знание осталось все разменяли все продали и я как-то менялся разменялся и потом были неприятности там и короче остался я у разбитого корыта без хаты по квартирам да по этим но тем не менее в 2009 году вы с женой удочерили девочку да ну конечно сейчас ей по моему 23 до года 25 а 25 уже да ну девчонка там маленькая я знал тоже ее мать она ходила тоже ее таскала с собой и побиралась она грязненькая мне так ребенка жалко стало я говорю ты дай нам его ты все равно болтаешься говорю сегодня там завтра там ребенка грязный блин это пускай у нас поживет она говорит ну ей там по делам знаешь свои такие дела где выпить где найти там она ее там я видеть слышал посылала в ухо накатила попрошайничать ну я ее не взял пусть у меня поживет и вот она у меня начала жить я ее там в школу я говорю отсюда пойдет никуда ее не трогай а потом иди сюда напиши мне что ты разрешаешь быть опекуном и она мне написала бумагу что вот доверяю такой-то такой-то и жена были опекунами доверяет и все я говорю ну вот эту бумагу чтоб ты потом мне это привела ну потом-то мне я дадите как говорю на Нагистане найдешь квартиру это потом раз говчун мне держать она захочет но она как пошла и год-два и все сгорело от водки дорогу выбрала себе в настоящее время как отношения ведут дочкой 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 же конечно ну как они в Москве она сейчас но она она приехала приехала сейчас вот опять уезжает она замуж вышла все там ее сейчас они здесь побыли уж опять уехал там работает сейчас ее ждет она просто тут-то сейчас немного свои дела сделает разбирает там по документам все но тоже тут-то проблемы было хотели переписать ее а там говорит не получится много очень каких-то делов чтобы она хотела фамилию а фамилию да не дали ну ну на свое где-то где-то году у вас начались проблемы с тазобедренным суставом операцию вам сделали только в 2019 как так получилось как вы вообще столько времени ходили знаешь что интересно я ходил и сам не пойму от чего у меня болит травмы не было ничего не было а а вот оказывается и ребятам хорошо знать что вес гонять фуросемитом это вымываешь все и организм сушь и кальций да его вместе с кальцием я вымыл все и вот тренировался нагрузки и у меня тазобедренный сустав стерся и мне ходить больно мне когда снимок сделали я говорю болит сустав еще месяц-два говорит и операция уже не поможет на русском и у меня там был Шершен Суванчиев друг мальчишка у него хорошенький я тренировался с ним не тренировался а тренировал его немножко способный пацан такой трудящийся трудяга и вот мне Шершен помог узнал что у меня с ногой проблема ему большое спасибо он внес финансы мне помог очень сильно я ему благодарен за это он мне на ноги поставил фактически теперь я опять в строю работаю двигаюсь год был реабилитации а сейчас вот немножко двигаюсь даже на соревнованиях вы в качестве рефери судите да потому что такая несправедливость у нас была на судействе что там видно невооруженным любителям всвистывают кричат потому что видно очень уж неприятно смотреть на такие бои кто боксировал тот знает когда боксируешь так тяжело бывает выиграть а тебе не дают когда ты уверенно выиграешь а тебе не дают поэтому я решил подключиться посмотреть посмотреть и помочь где-то поспорить потому что там судьи такие которые в боксе могут ничего не соображать и были у нас такие мы их подвинули сейчас сейчас и сделали не исправили я могу кроме судейства у нас в стране вас же пригласили еще но обязательно вызывают вызывают когда едешь вон в казахстан в россии ездил много туда подальше ну россия такая большая что ее пока проедешь посмотришь много знакомых часто в гости зовут по на судейство я говорю высылайте письма разговариваю у нас тоже же здесь не было не было турниров у нас только вот город киргизия все больше никуда не уезжать нет положений а я вот поеду возьму одно второе там пацанам скажу знакомых же много после сборной союза все же многие по спорту пошли не боя я с ними переговариваю вот второй хороший турнирчик я говорю давайте сюда положение мне высылайте говорю хорошо и начались у нас турниры то он и в этот ездили мы хабаровск ездили потом в этот талды курган ездили потом еще там этих городов я сейчас и не вспомню так все потому что мне как как увидят а все же знакомые и все с удовольствием тем более киргизов они же нас как всегда младших братьев считают они не такие сильные давай давай подъезжай тут есть а нам как раз на опыт очень надо я говорю вперед давайте всегда приедем только чтобы подтвердить а там еще переговариваю нам хоть это там какую-то дорогу или проживание а то все за свой счет у нас странно не такие же крутые какой хорошо Валера давай вызывай и вызывали что можно сказать о боксе вот в настоящее время о нашем каргастанском боксе ребятишек очень много хороших способных у нас хватает но вот немножко тут сделали государство мало смотрит на это все внимание потому что тренерам как обычно говорят зарплата не такая великая большая чтобы жиреть чтобы там на хлеб с маслом создала приходится набирать платные группы а это работаешь на карман а не на результат а нам нужен результат а это надо пацанами вот выбираешь одного-двух группу держишь и начинаешь работать то есть это больше внимания надо уделять да? для семейного кармана работать начинают тренера на семью чтобы на зарплату работать чтобы получать там поэтому на результат перестают смотреть а ребят хороших много встречают хорошие у них рост начинает они бьются друг друга именно то есть просто чтобы был результат нужно как я понял поднять зарплату тренера чтоб тренера платников не брали да а когда не берешь платников денег ну батя может тоже да поэтому нас немного вот когда перестройка это началась и началось ломать ломать а так мальчишек у нас хороших очень много там смотрят конечно конечно и подтягиваешь одного второго третьего посмотришь он же и олимпийские это высшая награда самая высокая это олимпийские самые высокие любительские соревнования олимпийские игры у нас не было медали вот появилась теперь получается у вас Монарбек первый в истории Кыргызстана бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер олимпийских игр ну у нас за Гиргизию и Курнява выступал Курнявка он чемпионом был Арзебек он по профессионалам тоже был вроде чемпион мира есть а олимпийской медали ни одной не было а вот сейчас красавец красавец я так за него переживал самая сложная сетка выиграл двух кубинцев у первого кубинца второго болгарина из клубы так у него жеребьевка третьего американца какая серьезная жеребьевка очень сложная пошло на то Дай двойду. Я вас знаю уже почти 30 лет. Вот за все это время я ни разу не слышал, чтобы вы жаловались на жизнь. Хотя жизнь вас не баловала. Вот я ни разу не слышал, чтобы вы жаловались на что-то. Это что, воспитание, характер или еще что-то? Да не знаю, наверное, такое воспитание, такая жизнь, такое общество друзей, народу, которое не дает поводу жаловаться на жизнь. Потому что плохо живешь, это кого ты должен судить, на кого ты должен жаловаться, или кому ты должен жаловаться. Ты сам в такой жизни виноват, раз так живешь. Живут же люди, надо жить. Надо стремиться, готовиться, там, работать. Зачем жаловаться? Жаловаться, ну, это, как, беспомощный или какой, или он ничего не хочет делать. Всегда найдешь себе место в жизни. Только надо выбрать какую. Может, ты такую хочешь, а такую вот ты и ходишь, плачешь, что дотуда не... Так, ты старайся, и все дойдет, доберешься. Дядя Оля, наверное, вот сейчас самый обсуждаемый вопрос. Поединок Дмитрий Бивол, Артур Бетербеев. Ну, я так скажу. Но... Бивол, он техничный, красивее, и только судьи приняли другую позицию. Как говорится, если боксер идет первым номером, работает, ему уже плюс очко становится, он ведет бой, уже мнение создается. И чтобы уходить от ударов, надо все время попадать. Уходишь и бьешь, чтобы это чувствительно видно было. А Дима, он вторым номером, он же сам первым работал. Но опасно с этим... С Бетербеевым. С Бетербеевым биться с ним, да. Там он бьет с собой их рук. Там опасно. И он на дистанции, на отходах, он правильно работал. Где-то он помягче бил, чуть-чуть. Где-то недосчитали. Нельзя сказать, что Бивол проиграл. Он по технике, он выиграл Бетербеева. Но ударная мощь, он шел, Бетербеев, и шел, бил. Он зрелищный получился, смотрелся. Потому что он шел активно, он шел, боксировал, дрался. А это уже судья дают плюс. За то, что идет первым номером. Он идет, он боксирует. А Дима, он на отходах попадал, но не так уверенно и жестко, четко попадал. Попадал, считали удары. Он больше кидал. Но по жесткому, чистому удару посчитали судья в другую сторону. Дима, Дима, мне кажется, Дима, он немного, но Дима выиграл. Ну, тем более, особая несправедливость 16-12 один судья поставил. Получается, что Дима всего четыре раунда выиграл. Хотя, на самом деле, Дима больше раунда выиграл. Вот этот судей, как винить, я не знаю, кто из судей отдал. Ну, откуда этот судья, я не знаю, какое он отношение Бивал и Бетербеев. Как он их друг друга знает, с какой стороны. Это тоже тут внимательно. Тут тоже предвзятое мнение. Обязательно может быть у кого-то судья. Я же сам тоже сужу. Нет, нет, и Киргизию смотрю, ребят. Понравился пацан, вот хочется, а он не выигрывает. А хочется, чтобы он выиграл, он же как-то натянуть. А там где-то получается, можно немножко, не сильно, где-то уравнять. А так в боксе, так и здесь кто-то предпочтение обязательно из судей отдает другому. Кстати, Дима, а к вам подходили по поводу судейства, когда вы выезжали? Не раз, не раз, и почти каждый раз. Это все судьи знают. Кому-то, но подходят. Сейчас немножко порядок навели. А раньше там, смотришь, бои, так это вообще стыдно за бок становилось. Пролетает, ему дали только как, когда Рой Джонса сняли с корейцем, блин. Вот, отдали этому Рой Джонсу, я смотрел. Все три раунда, тот только корейц отстоял, что не упал. И отдали победу на Олимпиаде, был такой случай. Так я и говорю, вот такие у нас бои раньше были. Что подошли, сказали, взяли, слили, взяли, слили. А кто боксировал, тот понимать должен. И знаешь, кто боксом занимался, он знает, как обидно, когда подслуживает. Поэтому нельзя. Это, я боксировал, я знаю, что такое засудить. Это меня там, раз засудили, да слез плакал. Обидно было. Обидно, да, бой нужно выиграть было. Вот, я сам, и это ломают. Раз сняли пацана, он пошел, второй раз поднимали его, там опять подсудили. Это талант губят. Пацан где-то раз злится, а потом бросает и уходит талантливый. А, все равно, что тут, если так смотрят. Поэтому судейство очень линяет даже на хитику вот этого человека. Там и видно. Поэтому я и судить начал, чтобы порядок навести у нас. Тут тоже так судили, что нельзя без сожаления смотреть на такие бои. Пацан хороший. Нельзя таких ребятов пускать и ломать нельзя. Потому что, если такой бой не дают, он, конечно, скажет, а что тогда боксировать, чего? Поэтому, ну, у нас тут, даже из Казахстана, ребята приезжали, сейчас смотрели наше судейство. Они тоже приезжают, говорят, что вы так судите, у нас бы не дали такой бой, а вы отдаете даже против своего. У нас бы, это закономерно, что если в своей республике боксируешь, обязательно чуть проигрывают, ему натягивают. Натягивают, по-любому натягивают. А у нас ровно, у нас, у нас, у нас, даже, эти, удивляются казахи. Казахи там друг друга тоже, я смотрел, как судят. Там вот, может, там кто-то не верит, не говорит. Ну, мне сказали, когда я судил в этом, в Толдыкургане, там у нас, вот, Серик, там был один пожилой мужчина, знаешь, казах. Фамилия его, как он, забыл. Такой, да, уважаемый, при мне, он боксирует, судил еще, еще я на Европу на этих. И потом я судил, и он мне попросил, Валера, посмотри. И я смотрел это, не смотрел, а секундировал сбоку, говорит, нету нейтральных судей, говорит, ты посиди. Я же тебя знаю, и ты, говорит, правильно судишь. Я сел сбоку судить. И вот посадили там у нас, ну, мы приехали одни, киргизы. Больше никого. Казахстан со всей страны. Мы собрались по областям. И там встретились. И вот боксируют, и ты знаешь, я сидел, бой в одну калитку идет, я правильно отдаю, отдаю. Я знаю, что вы, говорит, ему поднимают победу. И меня поменяли судьи. Ко мне подходит тренер один, говорит, ты, ты, говорит, сейчас отдал и попал в стире один. Четыре против отдали, а ты один-то отдал победу. И Серик, говорит, по твоей записке отдал победу. Я, да, ну, говорю, да, говорит, мы смотрим, ты, ты, ты пролетай. Я говорю, так он вылетел, выиграл, говорю, в одну калитку тут. И нет сомнений, все три раунда. Вот, он, говорит, отдали вот так. У них там что-то драки. Один раз в драку схватились. Когда видно, бой выигрывает, а отдают в другую сторону. Ну, казахов там немножко такой. Слажновато, да? Да, у них засудейство. Они по областям друг друга, друг друга, там, кого поставят, не поставят. Вот нейтральных. У них засужены. Ну, что, дядя Валя, приятно было пообщаться. Спасибо, что пришли. Ну, в заключении, что можете пожелать нашим боксерам, вообще, спортсменам, королевстанцам? Ну, что, хочу сначала тоже поздравить с серебряной медалью на Олимпиаде. Я сам так мечтал, чтобы у нас, боксеры, хоть какую-то медаль на Олимпиаде было. У борцов, у всех видов есть олимпийские медали, у боксеров нет. Ну, что такое? Аж на... Неужели мы? А тут медаль серебряная. Не бронзовая даже, серебряная. Ладно, не золотая, это впереди. Но уже серебряная. Так что, скажу, ребята, много талантливых есть. Но талант, его же надо поднимать еще. На одном таланте не выйдешь. Поэтому, ребята, надо тренироваться. А кто? Кто хочет боксом заниматься, хоть не талантливый? Тренер научит, покажет. Только делайте все правильно, и все будет. Потому что, как мой любимый тренер говорил, медведи, говорит, учат на велосипеде ездить. Кататься, да. Но неужели не научим боксировать, да? Боксировать, чтобы выигрывал. Боксу не сможем научить. Поэтому, я хотел сказать, нет плохого ученика, есть плохой тренер. Поэтому учите его, и будет результат. У нас на лицо вот медаль есть. Поэтому, ребята, работает труд, все перетрут. Надо обязательно готовиться. Хоть и талантливый. Потому что тебя видят, и потом на тебя готовятся. Ты должен еще сильнее готовиться. Потому что тебя догонят тренировками и перегонят. Если ты будешь сочковать на тренировках, и немножко себе выиграл Киргизию, и уже мания величия. Это уже ты нагрузки перестаешь. А когда ты выиграл Киргизию, тебя все знают. На тебя будут готовиться. А ты должен готовиться еще сильнее. Чтоб тебя не догнали по твоим способностям. Так что, ребята, надо трудиться. И всегда придет победа, которую ожидаешь. Спасибо, дядя Валера. Я напомню, что у нас в гостях был первый мастер спорта Советского Союза по боксу из Кыргызстана Валерий Гришковец. Спасибо, дядя Валер, что пришли. Спасибо. До свидания. Помнил старое. Субтитры сделал DimaTorzok